Привет всем на канале Нотик! Сегодня мы с вами посмотрим на игровой ноутбук Dream Machines RT3070. Это толстый, тяжелый, мощный игровой ноутбук от польской фирмы, с которой, наверное, мало кто знаком, но вот сегодня мы это исправим. Корпус весь сделан из пластика, ноутбук в толщину 3,5 см вместе с ножками и весит он 2,7 кг. Ну и, как всегда, сначала посмотрим на корпус и попробуем открыть ноутбук одной рукой. Вообще, в силу того, что он толстый и тяжелый, к сборке претензий особо нет. Ну да, крышка одной рукой раскрывается, петли толстые тоже, то есть здесь скрипов никаких нету и, в общем-то, это все не вызывает опасений. Да, это все-таки пластик, это не супер дорогой пластик, то есть в руках он ощущается такой, ну, крепким средняком. Крышка слегка прогибается в центре, она же собирает отпечатки пальцев. Теперь посмотрим на порты и коммуникации, что здесь есть. Часть портов находится сзади, остальные по бокам. Ну и из интересного, здесь есть только Type-C порт, совмещенный с дисплей портом, заряжаться через него ноутбук не умеет. Ну и куча USB-шек и картридер есть. Правда, картридер, к сожалению, microSD. Теперь к начинке. О, это самое интересное. Десктопный процессор AMD Ryzen 5 5600X. Это такой процессор, который ставится в стационарные компьютеры. Он здесь находится в сокете, то есть его даже можно поменять. 16 гигабайт оперативной памяти DDR4. Одноканальный режим здесь. Я бы советовал двухканал сразу добавить при покупке. И видеокарточка NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 гигабайтами видеопамяти. Но TGP ее, к сожалению, не заявлен, поэтому будем смотреть сами с вами дальше. Управляется система через Control Center. Это от Клева Control Center. Мы сейчас с вами его видели. Режим энергопитания 4. Тихий, энергосбережение, производительность и развлечение. В общем-то, понятно, что они делают. Все тесты будут производиться в производительном режиме. Ну а в играх мы посмотрим разницу между режимом развлечения и производительностью. Есть ручной режим управления вентиляторами. Можно вывести их на максимальные обороты. Можно задавать кривые для GPU и CPU раздельно, как вам больше нравится. В разделе FlexiK можно перебиндивать клавиши, задавать на них другие значения, макросы писать. В разделе LED Keyboard, ну понятно, подсветка клавиатуры. Здесь она по одной зоне. Можно просто выбрать какой-то цвет. Ну и можно что, отключить тайм-аут. Никаких функций по сбережению ресурса аккумулятора не предусмотрено. Ну и потом увидите почему. И звуковая система управляется через свою тильту Sound Blaster. Здесь можно создавать разные пресеты. Звук, в принципе, неплохой. Басов очень не хватает. Но в целом, учитывая, что это недорогой все же игровой ноутбук, звук нормальный. Ну и, кстати, модель из обзора стоит примерно 145 тысяч, имейте в виду. А мы пока перейдем к синтетическим тестам. Но в целом, все неплохо. Десктопный Ryzen, 6 ядер, хорошая частота, хорошие показатели, видеокарточка 37. Здесь все нормально. Единственное, что, повторюсь, я бы добавил до двухканального режима, потому что это недорого, и слот там пустой есть, будет получше еще. Corona 1.3 бенчмарк прошел с частотой 4.1 ГГц за 2 минуты 10 секунд. Это неплохой результат, но мы видели с вами даже меньше 2 минут на новых топовых ноутбучных процессорах. То есть здесь, конечно, он десктопный, но все-таки Ryzen 5. И для ноутбука это хороший результат. Теперь поиграем в игры. Far Cry 6, естественно, на ультра настройках. Слева режим развлечения, справа режим производительность. В общем-то, наглядно видна разница. В производительном режиме выше температуры, выше частоты, больше ватт забирает процессор. При этом на FPS это практически никак не отражается. В Far Cry больше-то и не нужно особенно. Но все равно температура хорошая. Особенно в режиме развлечения. 70 с копейками градусов, 76 градусов. Это нормально, это хорошая температура. Даже вот те 84 и 85, это тоже, в общем-то, нормально в режиме производительности. Но в Far Cry подобным играм это все не требуется. Поэтому будете играть в развлечения и будет вам счастье. Плюс машинка будет потише. Теперь Cyberpunk 2077. Торсировка лучей ультра. И у нас будет в одном случае DLSS отключен. В двух других DLSS на 5%. Ну и, естественно, развлечения и производительность режима все у вас на экране. Без DLSS все-таки идут просадки кадров. Да, можно так пройти игру, но все же проседает, поэтому DLSS лучше оставить. Разница между режимом развлечения и производительностью. Ну, опять-таки, в производительности выше температуры, выше частота, больше ватт подается на процессор. На FPS это не особо сильно отражается. Но лично по моим субъективным ощущениям, в производительности оно плавнее все идет. Поэтому так мы и оставим играть. Что мы можем видеть? Под 90 градусов у нас температура. Да, повторюсь, если включите развлечение, будет сильно холоднее. Но мы будем на полную использовать. Под 90 градусов это многовато для десктопного-то процессора и такого толстого ноутбука. Кстати, видеокарточка забирает 115 Вт. Я не видел, чтобы она забирала больше. Так что сойдемся на том, что видеокарточка именно на 115 Вт здесь. Вообще, игры современные, да, он на ультрах без проблем тянет. Но он какой-то очень шумный и горячеватый. Несмотря на то, что он толстый и, казалось бы, большая система охлаждения. Но вот десктопный проц, он все-таки кушает как не в себя. Но, смотрите, он почти 90 Вт потребляет, ого-го. И тут, конечно, можно к нему напридираться на тему того, что шумный, горячий. Но как бы он стоит 145 тысяч и при этом тянет все игры на ультрах. И тут как бы придираться уже грех. То есть кому-то недорого пошпилить и выкоптить настройки на максимум. Да, вот это подойдет. Каких-то особых преимуществ от десктопного процессора я не увидел. Чтобы прям сказать, во, вот тут-то стоит большой прос, вот он шпарит. Да нет, он раскрывает потенциал этой видеокарты, с ним все в порядке. Но это не какая-то супер выдающаяся производительность. То есть ноутбучные процессоры современные, они, в общем-то, и не хуже справляются с этими задачами. Экран 15,6 дюйма, 1920 на 1080, 144 герца, WVA матрица, ой, камон, WVA это TN матрица. Давненько мы не видели TN матриц. 67% покрытие с RGB или 51% покрытие до RGB. И надо сказать, что отклонение Delta E присутствует. И из-за того, что это матрица TN, честно скажу, изображение, ну, вот даже в Киберпанке все на ультры выкрачиваешь. Она игра очень красивая. Но из-за этой матрицы, вот, лучше бы была хорошая матрица, а настройки я бы поставил средние, ей-богу. Яркость экрана, ну, а что вы ждали? 200, 220 нит, да, он туцклый. В общем, как вы поняли, экран это явно не достоинство этого ноутбука. Я вот просто вас обязан предупредить, что имейте в виду, вот экран здесь, ну, не очень, ребят. Тест камеры и микрофонов. Ну, надо сказать, что изображение зернистое, то есть шумы очень сильно есть. Ну, пересвет, понятно, лампа светит, но, видали мы камерой получше. Но для скайпов, для видеоконференций сойдет. А качество микрофонов, как всегда, судите сами. Экраны рабочей области из гладкого пластика, собирающего отпечатки пальцев. Кнопка включения вынесена отдельно, есть цифровой блок. Сама клавиатурка у нее мягкий ход, в общем-то пружинистый, глубокий ход. И к ней у меня претензий особо нет. Совсем небольшой прогиб у нее в центре есть, но играть мне это никак не мешало. Ну, как я сказал, для такого недорогого игрового ноутбука все в порядке. Подсветка есть, разноцветная, но по одной зоне. Тачпэд маленький совсем, и у него не кликпад, у него две физические кнопки, как старые добрые. На нижней части большие прорези для вентиляции забора воздуха, прорези для динамиков. Откручиваем винты, крышка очень легко снимается, сдвигаем вверх, попадаем внутрь. Первого-наперво это батарея. Ой, батарея здесь прикольная. Батарея здесь съемная, непонятно зачем, но она съемная. И у нее нет никакой защелки, она на двух винтах крепится. То есть тут нету ни рычажка, ни замка, а она просто лежит вот в корпусе. И двумя винтами ее предполагается закрутить. Зачем это нужно, мне, честно говоря, не очень понятно. Ну, окей. Батарея 62 ватт часа. Будем смотреть Лигу справедливости Зак Снайдера. Блюрей, как обычно, 70% яркости, при том, что экран и так тусклый. И вот мы смотрим, а сколько мы смотрим? Час мы посмотрели, осталось 17%. Автономностью тут не пахло. Тут десктопный процессор, и здесь, видимо, вообще с электропитанием не сильно заморачиваются. И вот, ну реально, он работает час с копейками от батареи. Вот поэтому в контрол-центре и не предусмотрены никакие функции сбережения ресурса аккумулятора. Потому что, а че тут беречь-то? Режь последний огурец. Динамики. Два динамика по 2 ватта. Ну, звук нормальный. Басов, как я уже сказал, не хватает. Два слота под оперативную память в центре, один над другом. В нашем случае нижний слот занят планкой на 16 гигабайт. Повторюсь, рекомендую добить до двух канала. Твердотельный накопитель на 1 терабайт. Над ним находится Wi-Fi модуль. И второй твердотельный накопитель можно установить сверху. То есть, вот как бы над Wi-Fi модулем он будет располагаться. Комплектный накопитель от Kingston. Скорость у него, ну, средняя такая, не выдающаяся. Ну, нормальная сойдет. А Wi-Fi модем здесь Realtek 8822C. Если двух SSD-шек будет мало, вот сюда можно установить 2,5-дюймовый накопитель или жесткий диск, где есть и коннектор, и салазки. Просто покупайте и вставляйте. И теперь самое интересное, это система охлаждения. Здоровенная. Видеокарта слева, она маленькая. Процессор справа, он большой. Обычно, кстати, вновь так наоборот. Но тут десктопный процесс. Можно открутить вот эти винты, снять систему охлаждения. В комплекте даже термопаста там есть. Я, правда, не знаю по поводу ее качества. И поменять процессор, например, на Ryzen 7, если вам захочется. Ну, а видеокарта распаяна. У нее 2 радиатора, 1 вентилятор и 3 теплотрубочки. У процессора радиатор всего 1, как ни странно, вправо выхлопа нет. Вот только 1 радиатор и 3 толстые теплотрубки. Ну, там площадь рассеян тепла, тоже большая на крышке. Ну, поехали, это все прогреем. Для начала, режимы развлечения. В режиме развлечения частота у нас неровная, скачет туда-сюда. Ну, я бы сказал, что что-то типа 3,9-4 ГГц в среднем туда-сюда это барахтать. Это, кстати, не так уж и плохо. Ну, до 3,5 спускается, правда. Потребляет процессор 66,5 Вт. Это многоватенько. И температура 78 градусов. А вот температура хорошая для жесткого стресс-теста. На видеокарте 57 градусов, но она в таких тестах потребляет не очень много. Вот так вот все это выглядит в динамике. Ну, нормально. Теперь режим производительный. В производительном режиме у нас ожидаемо подрастают частоты. Уже гребенка выше пошла. Вот здесь вот мы включили. Ну, стало 4,1-4,2 ГГц. И мне кажется, она поровнее стала, чем была до этого. Питание ушло аж 89,5 Вт на процессоре. Ну, в играх там тоже примерно так и было. И температура 87 градусов. Сразу виден скачок. То есть по производительности выигрыш есть, но сразу улетают температуры. Да, до 90 градусов они не доходят. Так что, в общем-то, сами решайте, как я уже говорил. Во всяких там Far Cry можно играть в развлекательном режиме. Ну, а если нужен побольше пороху, включайте производительность. Если мы отключим нагрузку на видеокарту и будем стрессовать только процессор, то по частотам разницы нет. Вот видно, гребенка, она практически не изменилась. Ну, так и барахтается. 4,1-4,5 ГГц, туда-сюда. И питание не поменялось. 89,5 Вт. А температура стала, ну, чуть-чуть пониже. 84 градуса стала. И так, про систему охлаждения. Но, с одной стороны, температурки высоковаты. С другой стороны, система охлаждения рассеивает 90 Вт на процессоре. То есть, хей, 90 Вт, да еще и при нагрузке на видеокарту, где такое видно. То есть, сама система охлаждения хорошая. Вот это режим высокой производительности. И ноут в нем достигает максимальных оборотов вентиляторов. Это, на самом деле, очень шумно. И даже если включить сбалансированный режим, он станет немного потише, немного. Но все равно очень шумно. То есть, с тихой системой охлаждения, назвать, язык не поворачивается. Питается ноутбук от зарядного устройства на 230 Вт. Вставляется с задней стороны буквы Г. От Type-C машина заряжаться не умеет. Итак, Dream Machine с RT-3070. Начнем с минусов. Первый очевидный минус – это экран. White View and Angle он называется. Но все мы понимаем, что это ТН-матрица. Да, углы обзора более-менее туда-сюда, даже по вертикали. Но цветовой охват здесь узкий. Яркость здесь 200-220 нит. И экран здесь, ну, не очень экран. Дальше корпус. Корпус весь из пластика. Ну, это нельзя сказать, что минус. Мы видели дорогие ноутбуки из пластика. Пластик здесь, в общем-то, обычный. Гладкий, пальцы собирает. Ну, как-то он особо не хрустит и не скрипит. И на том хорошо. Толстый, тяжелый. Носить с собой не очень, наверное, его будет удобно. Но в остальном особо к корпусу придраться не могу. То же самое клавиатура. Ну, нормальная клавиатура с глубоким ходом. Да, тачпэд с двумя кнопками. Но тачпэдом не все пользуются. Время автономной работы. Ну, час. Ну, чё тут, какое время автономной работы? И это вот тоже минус ноутбука. Потому что он, во-первых, тяжелый и толстый. Во-вторых, он совсем не автономный. С этой машинкой не предназначается, чтобы вы ее носили с собой и играли на ходу. Система охлаждения, да, справляется с десктопным процессором. В играх все более-менее нормально. 90 ватт он там жрет. Плюс в будущем можно поменять процессор на что-то свое, более мощное. Что тоже для кого-то плюс. Этим, понятное дело, что этим не все будут заниматься. Но и ноутбук такой, он для энтузиастов, специфическая машина. Я бы сказал, что он нужен тем, кому хочется игровой мощный ноут, но стационарного типа. Чтобы носить его там из комнаты на кухню и тому подобные вещи. Желательно еще и внешний монитор включить. Вот тогда это нормальная машина. Апгрейдить можно, и видеоигры он тянет нормально, и все как бы с ним получается хорошо. Есть ли какие-то преимущества от использования десктопного процессора? Нет. В данном случае одни недостатки, что быстро высаживается батарея и, в общем-то, шум и нагрев. Но, так как ноутбук стоит относительно недорого, в районе 145 тысяч, со своей задачей он полностью справляется. И как бы, если вам играть в игры за недорого, то какая вам разница, десктопный процесс, ноутбучный процесс, дел, то он свое делает. А если вы из тех людей, кто все время ныл на тему того, что, а вот почему ноутбуки нельзя апгрейдить. Ну вот, вот этот ноутбук апгрейдить можно. Лично я еще тут скажу, что не очень нужно, наверное, потому что если рассматривать его как игровую машину, то там же потом все равно в видеокарту все упрется. Но, с другой стороны, может у вас процессорозависимые задачи, не знаю, вы компилируете какие-то монструозные исходники. И тогда, да, тогда в будущем можно проапгрейдить, поставить провод помощнее, и машинка дольше проживет. В общем, вот такой вот любопытный ноут, а у меня на этом все, спасибо за внимание, до новых встреч, и пока-пока.